Готовь эффективных управленцев с молоду. Именно так решили в Единой России и запустили проект «Кадровый резерв». Цель – подготовить эффективных специалистов, которых не стыдно потом на работу взять. От Владимирской области заявки подали более одной тысячи молодых людей. Отбор в проект уже начался, и организаторы предупреждают – он будет жёстким. Мы берём порядка 50 человек, которые в дальнейшем будут в первую очередь рассматриваться на различные должности в региональном отделении партии, на различные должности в органах местного самоуправления, в том числе на должности депутатов органов местного самоуправления, ну и, естественно, на должности в государственных органах власти нашего региона. Организаторы проекта готовы не только делиться знаниями с молодёжью, но и устраивать им что-то вроде стресс-ситуации. Ведь только в форс-мажорных обстоятельствах понимаешь, чего ты стоишь. Наш претендентам уже представилась возможность продемонстрировать лидерские навыки и ораторское мастерство. Проявить себя нужно было и в командной работе. Все этапы конкурса проходили в неформальной обстановке, несмотря на то, что участники были разные совершенно люди разных возрастов, разных профессий. Были и опытные люди, были и студенты. Понравилось именно такое свободное общение. Это конкурс, некая возможность проявить себя, свой опыт. С участниками кадрового резерва будут работать опытные политики, управленцы, представители бизнес-сообщества. Перед будущими управленцами открывается возможность познакомиться с новыми людьми. Особо показательным результатом является обратная связь наших участников. Мы получали и получаем огромное количество добрых слов в адрес проекта, в адрес команды, которая реализует эти проекты. И это, конечно же, мотивирует на дальнейшую активную деятельность. Кто войдет в кадровый резерв партии, скоро узнаем. Пока известно, что финалистов проекта будет 50, и их имена Оргкомитет должен озвучить до конца этого года.